с приветствую друзья этот ролик меня вынудило записать некое сообщение даже ряд сообщений на форуме форме криминалист куда я иногда заглядываю я не стал сразу реагировать в виде ролика не стал сразу вот это выкладывать просто найти по одной причине хотелось дождаться хотя бы 9 дней после похорон как известно 21 января 2023 года была похоронена елена лагунова и сегодня на время записи этого ролика 9 дней уже прошло я выездом все-таки хотя бы 9 дней ну вот как-то знаете вот этими склоками и так вот такие похороны достаточно скромные заваливать не хотелось не так как-то было несколько даже печально и обидно похоронили елену как-то так знаете малозаметно и уж очень сильно обыденно хотя казалось бы история должна была привлечь внимание огромного количества людей ну ладно похоронили и похоронили сейчас теперь поделать грустные события но на фоне этого грустного события тут же разразился серьезный скандал уже 18 числа наталья кошелева сообщая о том что 21 числа будут похороны у себя в контакте была чем-то написала что лагунову выразили соболезнования кляузами и жалобами в опеку и вот эта тема она как-то сразу же начала затмевать сами похороны и достаточно бурно развиваться давайте я основываясь на форме криминалист вам немножечко эти события покажу и попытаюсь чуть-чуть все-таки осветить наверное эту историю которая касается конкретно ирины лагуновой я уже говорил я стараюсь как бы не придерживаться каких-то из сторон но ведь и трагедии ну например здесь у нас есть трагедия елены лагуновой погибшей елена лагунов и есть обвиняемый ее муж александр лагунов вот я бы все-таки как-то сейчас вот эта история вот от этого скандала немного убрал в сторону потому что это касается уже детей елены и александр и отношений между наталья кошелевой и ириной лагуновой вот здесь я бы найти все-таки категорически принял все-таки одну сторону я уже не раз высказывался но таким поведением просто загробить и психу психику детей угробить и ну может хватит уже так вот с ними обращаться хочу не хочу и так далее и тому подобное и вот именно вот эти скандалы вокруг детей которые почему-то начинают изрыгаться оскорблениями сторону ирины лагуновой меня как-то немножечко заставили не остаться в стороне я я все-таки за объективность давайте осветим вот это событие что за это случилось о чем идет речь чтобы немножечко понимали начнем с того что на форуме криминалист появилось сообщение 26 января как вы видите 2023 года некой вьетнамки не к добру я тут зашла на тлю читалось ну тлю это на тайна ли некий такой форум который превратился просто я не знаю во что я удивляюсь до сих пор что никаких залов они не получили там такое оскорбление действительно льется и об этом вы сейчас узнаете по моему тут одной зала был за достаточно роспотребнадзора чтобы этот форум просто закрыть с огнем играют не сильно принципиально пока читалось получается вьетнамка так что без пинка орфографические ошибки присутствуют просто цитата ориона 120 заметьте первый раз даже не поленилась правильно скопировать них потому что страна должна таки знать героев прям по имени и цитата с другого форума вот с этого стоя на ли на другом форуме писали дословно не помню это уже речь идет про форум криминалист то кошелем в новогодние праздники было не до внуков было еще фраза н.к. но это наталья кошелева было не до внуков она гостей принимала обсуждали и осуждали наталью юрьевну то есть наталью кошелеву сожалению я так хорошо помню вопрос и собираюсь с маниакальной настойчивостью задавать его ближайшее время принципе могла и вообще промолчать вопроса был больше философ с кем были девочки на новый год задают вопрос вьетнамка со стороны ориона 120 это была большая ошибка вместо того чтобы ответить на этот вопрос начать переводить стрелки и выдавать волну ненависти и л это ирина лагунова это мама александра лагунова надо будет все цитаты приведу ссылаясь на заявление от 28 декабря ну и тут конечно началось обсуждение но я все это естественно пропущу и сразу перейдем к следующему сообщению 26 января уже через пять часов примерно появилось следующее сообщение от вьетнамки там было бурное обсуждение и вот она тут попутно и отвечает некоторым и так первая часть марлезонского балета под названием где были девочки на новый год на самом деле для меня она основная наверно да и мы во многим пост для вас потому что вы неоднократно пеняли по поводу обвинений травли наталья кошелевой сейчас я хочу показать вам что такое действительно травля стоит ли переносить эти сообщения другого форма а стоит потому что лично я не готова как большая часть форумчан здесь делать вид ой как а какое отношение а там да она психически ненормальная я сейчас немножечко отвлекусь еще раз подчеркну речь идет сейчас не александре лагунове не о попытках там его защитить там или еще что-то нет он сейчас в этом ролике не фигурирует речь идет об его матери а его маме ирине лагунов который подвергалась и подвергается жесточайший травлю а я вот как раз на эти ли считаю что как дети до родители так и родители за детей не в ответе это даже при сталине такого не было мы чтобы кто-то отвечал за поступки своих родственников а здесь получается то видимо ненависть вполне может быть заслуженную ненависть ты на переносит на его мать ну мне докажется но при этом тут еще и путывают детей начинается прям какая-то жесточайшая травля я вот здесь крайне не согласен с этим и причем травли то оказывается не имеет никаких оснований под собой но это я сейчас забегаю вперед давайте дальше почитаем и так у публикует пост у это я так понимаю никто из улан-удэ в котором приводят цитаты никого заявления и даже прикрепляет сканы фрагментов этого заявления после чего следует следующая рецессия видимо тут слово так вот исправны давайте я вам сразу по покажу этот скан который был опубликован на другом форме несмотря на эти обстоятельства мне от кошелевой н.ю. Наталья Юрьевна поступила информация о ее желании провести новогодние каникулы в период с 31 12 22 года по 8 января 2023 года совместно с внучками поселки городского типа белоумут московской области читаю руководствуясь по 2.2 соглашение об исполнении обязанностей от 14 ноября 2022 года и на этом прерывается и есть еще один скан также считаю что новый год это семейный праздник дети в этот день ждут поздравления подарки от родных и близких лишение внучек этого является нарушением их прав и интересов ну то есть нам показывают некие короткие вырезки сканированные из заявления кстати не очень понятно как это оказалось в руках они некого аккаунта из улан-удэ почему то делится с ними такими документами уже загадка ну да ладно в общем из этой вырезки создалось такое впечатление что ирина лагунова против того чтобы новый год девочки проводили с натальей юрины косолевой в белоумуте то есть как бы вот видите хочет их отвезти в поселок а ирина лагунова категорически против этого возражает но такая была подача и дальше началось вот что укладывается в моей голове это все как с ними вообще-то оставлять детей это имеется ввиду лагуновыми куда органы смотрит в одном городе с ними страшно а вдруг они маньяки пока дети маленькие их надо срочно изолировать от семейки ло имеется ввиду ну как тут говорят смейка ло это семейство лагуновых это кстати разные цитаты от разных людей так как эти ло вносит здесь девочек смуту льют негатив он запрещают называть н.к. мамой наташей наталья косолева это было запрещает называть мамы как бы но они да действительно высказывались против этого и я как-то не вижу а зачем надо обязательно мамой наташей сейчас называть какая разница какое право имеет это ведьма эти ведьма уже ирина лагунова конкретно диктовать свои условия ей кается надо поклоны бить и башку свою пеплом посыпать это не должно быть ирине лагуновой прощение бессовестная безжалостная женщина ирина лагунова такая в асфальт закатает и не обернется действительно теперь уже во всем что угодно поверишь мы умысел сговор и так далее это все аннушка три семерки видимо вот эти все ее заявление к этому относится я вот на основании даже вот этого уже ирина лагунова может подавать жалобу на форум этот форум роспотребнадзор имеет право просто закрывать ведь всем понятно что его ирина лагунова монстр натуральный чему она научит девочек как трупы из машины выкидывать что ли уличию жадности уже научить еще может я вот не вижу в ней ничего положительного нонсенс какой-то и при всем при этом ей доверили детей ну чему хорошему может научить такая бабушка вот здесь я хочу остановиться отдельно на этом моменте подождите у нас ну я уже упоминал в этой истории в этой трагедии есть один обвиняемый признательными показаниями как нам говорят александр лагунов я не отрицаю даже не пытаюсь как-то его убрать из обвиняемых да все признался вот осталось только виновным его признать по суду пускай суд его все-таки виновным признает и тогда я буду клеймить его вместе со всеми вот прям так же как и вы буду всяческими словами так его адрес я уже об этом неоднократно говорит я не понял при чем тут ирина лагунова как она может научить как из машины выкидывать труп вы на что намекаете что она помогала александру лагунову но она неподозреваемая она необвиняемая а вы с чего вот ее вот так вот ну какие предпосылки это за утверждение на чем она основана вообще вот это это обвинение в тяжком преступлении голословные причем обвинение если у вас нет подтверждения то есть уголовная статья два года по до двух лет вот за такое можно сидеть колонии и там на тайне ли хоть немножечко понимают или тому законы российской федерации уже не действуют правильно я так понимаю туда можно все что угодно кого угодно безосновательно обвинять а я всегда говорил и буду говорить я за законы как бы тут мне не пытались заставить так сказать принять беспредел то это норма нет для меня беспредел не норма и пускай у меня тут будут розовые очки и тому подобное но извините вы чё творите то это такие откровенные обвинения в адрес ирины лагунов но идем дальше если и л пишет кляузы но я уже не буду повторять и и вот и ирина лагунова на будущее органы опеки после всего это по меньшей мере шокирует но в большей степени ужасает а то что уже выложено здесь ориона 120 просто заставляет серьезно задуматься но это как раз вот источник и улан-удэ об адекватности этой женщины прямом смысле вы не зря сообщили у малахова о том что со слов знающих и л многие называли ее неадекватной так вот после таких писем а что там еще четыре письма не в непременно возникает вопрос а все ли в порядке с головой у этой женщины я думаю что у лгуновой но вы сразу понимаете кто это писат лгуновыми называют именно сумятина эту семью реально есть проблема с головой но я не врач чтобы это утверждать или ставить ей диагноз то есть думают что есть проблема с головой но диагноз ставить мол не врач а зачем тогда так думает но ее слова и поведение заставляет думать именно так и и с такими претензиями в пешие эротическое пошлют потому что суть претензий в чем том что дети семьей праздник проводят или она рассчитывает что наталья косолева и в гости позовет некая розали пишет тут моральные качества которые у людей отсутствуют нет ничего святого одна жестокость про сашу поди забыли теперь будут ломать судьбу девочкам ну то есть видимо лугуновы сломали судьбу саши заставили его совершить преступление ну пока как бы он еще не не объявлен что он преступником пока обвиняемый ну ладно вот якобы это сделали видимо лугуновы а теперь то же самое значит будут делать и с девочками так я понимаю этот комментарий реально возникает вопрос вменяемая ли мама ира можно ли с ней оставлять детей белая белка спасибо что задаетесь таким вопросом я думаю ей необходимо психолога психиатрической крестиза прежде чем ее подпускать к детям заявляет детектив шумякина не боится ведь тоже человек ничего удивительные люди ну соната должна знать законы российской федерации нет ну допустим что лугунова имеет такие отклонения с головой но остальные то что то ведь еще ее муж и родители аж это понятно жил по уставу мамы это уже вот некому провидцу все понятно мне страшно подумать что из несколько и эти люди находятся среди людей что их наверное несколько так себя ведя вот теперь для многих откроется глаза о дружной семейке то есть видимо на вся семья это какие-то прям страшные страшные люди которых надо всем всем боятся интересно на основании чего такие выводы например у чикатило было жена и это надо было наверно бояться и ранец остается предположить что этот недуг заразен и может распространиться на расстоянии через интернет о как помутнение разума наблюдается у сторонников саша не мог подозреваемый аж по двум статьям уголовного кодекса и первый месяц сидит в сезон арестовали александра лагунова сразу останки нашли но не сразу но это ладно однако среди других форумчан есть персоны которые абсолютно уверены невиновен тогда как вся семья кошелевых включая погибцы у них априори виновата роза марина это вдруг не дает покоя так как нормально и адекватный человек не поступает как например ирина лагунова и ее сын прежде чем доверять маленьких детей на воспитание и проживание в семью задержанного подозрения участие в распространении порнографии и убийство матери двух детей ирина лагунова должна пройти медицинское освидетельство психотерапевта на предмет психологической устойчивости и вменяемости мне одной кажется что и н я не знаю такая и относится к девочкам как своим детям они как к внучкам может есть такое отклонение психиатрии и л видимо хотели написать я что-то вообще вот здесь не понял а причем тут мама возможного преступника в одну обвиняемого по крайней мере чему у нее какие-то как вы говорите психические отклонения в откуда у вас это все во первых психические отклонения они как бы диагностируются и как-то до этого они ну никогда никем не были замечены чего вдруг сейчас ты начались как вы это определили то я не понять не могу вот из этого всего потока я вообще ничего не понимаю пока откуда вот это все какие отклонения почему на 100 вам показали кусочек вам не полностью показали заявление вы же не знаете о чем идет речь и смотрите основная вот тема возмущения якобы запрещает на новый год нехорошее семейство лагуновых причем все видимо тогда запрещают наталья косы левой на новый год значит проводить время с внучками какие а я я нехороший давайте запомним вот про новый год запомните вот именно проходит именно тема нового года а у нас уже вьетнамка задавала вопрос а с кем новый год вот этот новый год 2022 на 2023 тем провели девочки вот здесь вот возмущаются наталья косы лего прям страстно желает провести новый год со своими внучками белом эти а ирину лагунова протестует а я я какая так сказать ну крайне нехорошие давайте читать дальше а мне так отношение к своей собственности будто вещи какие-то или эпохи перепутала возомнила себя царской семьей с коронами на головах а раз в девочках течет их кровь то они должны принадлежать им точно там с головами не все в порядке я столько держалась не хотела никак их комментировать но уже сил нет сдерживаться возмущена до предела это что вообще за поведение такое нет не только вам кажется поведение на дне рождения хорошо иллюстрирует данное предположение о психиатрии такое поведение возможно будет называться замещением мое предположение видимо это комментируется ролик дня рождения где на настя целовалась с ириной лагуновой а елена лагунова сильно обезла подождите а год она ирина лагунова прятали внучек от натальи косолевы это не нарушал а тут пару дней и нарушает убив и выкинув человека они продолжают качать права и причем у потерпевшей стороны это шоу еще раз отвлекусь вот вы видели рине можете вернуться назад который я показал там мелькает согласно соглашению соглашение между семьями косолевых и лагуновых существует по опеке над детьми не судебное решение ничего просто соглашение и опека им порекомендовала составить соглашение разделить время поровну то есть грубо говоря полмесяца дети проводят девочки полмесяца слуголовыми если кто-то вдруг не в курсе когда было подписано это соглашение вот там видно в скрине 14 ноября 2022 года ноября вот буквально за месяц до нового года о чем вы говорите какой год кто от кого скрывал если уж на то пошло есть видеоролик по которому четко видно с камерой запись четко видно страстное желание после левых общаться с детьми может быть когда-нибудь и этот ролик он же будет показан ну давайте дальше я еще выделывается ирина лагунова это в опеке но против себя за старается это бездумная и неадекватная бабушка надо бы ее психиатрическую экспертизу за двух девочек беспокойно пока они в этой семье находятся ну и дальше витам как мне самой уже надоело но это только начало потому что этого недостаточно надо подбросить еще дров в огонь праведного негодования и еще один пост от ориуна 120 с очередной порцией компромата а если вспомнить что ирина лагунова когда-то приняла решение перевести маленького сына на домашнее обучение вообще странно звучат ее слова в одной из жалоб не нарушала ли она тогда интересы своего ребенка изолировав его от общества и лишив общения со сверстниками из заявления ирины лагуновой в органы опеки от 9 января 2023 года вечером мне было озвучено еще одна версия что приехала родственница которая является крестной у матери детей которая нехорошо проводит время и развиваются данным фактом я категорически не согласна и считаю что развитием детей должны заниматься практикующие специалисты педагоги по разработанным методикам они родственники связи с чем я уверена что после в нью сознательно в своих интересах нарушает он 1.4 соглашения от 14 ноября 2022 года тем самым препятствует моему общению с детьми а речь-то всего лишь о нескольких днях общения детей с крестной лены которая приехала белоомат с сыном повидать девочек преодолев 900 километров сразу хочу сказать но речь не об этом речь стоит совершенно другом вы когда что-то выкладываете но вы хотя бы посмотрите о чем речь и вы выкладываете то полностью там на дата есть даты каково по какое забегая вперед жалоба ирина лагунова вполне обоснованно график существует так намекну график по соглашению от 14 ноября 2022 года о котором я уже говорил график волшебное такое слово половина времени ну полмесяца пошелевых полмесяца у лагуновых соглашение подписали обе стороны а кто его нарушает вот мы об этом как раз потом и поговорим вот там однозначно адвокат лагуновых трудится не покладая рук причем всегда вот надо писать с маленькой буквы это вообще считается безграмотностью я честно сказать я не знаю в чем тут вот эта вот причина я так понимаю это такое попытка как-то оскорбить но на мой взгляд это просто безграмотный ему наряд дали скомпрометировать скомпрометировать наталью кошелеву как потенциального опеку на девочек после приговора александра лагунова опять-таки не могу остаться в стороне вы подождите приговор это приговор это одно но вот этот приговор он не лишает автоматически прав на отсутствие то есть лишение родительских прав это отдельный суд гражданский причем тут приговор никакого автоматически лишения не будет еще не факт что его лишат родительских прав но подождите вы торопиться то впереди паровоз заключение что люди просто знают все ну ванги сплошные ванги и диагнозы налево направо ставят и заранее знает что там дальше будет удивительно просто и не только адвокат видимо старается очернить я думаю что лагунова прекрасно понимают что сыну не отвертеться от большого срока и поэтому готовят почву пытается а вот такими грязными методами бороться за опекунство ориуна это не укладывается в голове у меня шок от каждой представленной вами выдержки писем ирины лагуновой ну да получается по имеющиеся у нее опыту домашнего воспитания обучение сына а может быть даже не по опыту а некому бесчеловечному эксперименту над своим сыном она таким заоборотом хочет ограничить девочек в общении с под сумме для нее социум это ее семья и ее родители только в этом социуме по ее мнению должны жить внучки как живо развивался ее сынок и остальные в их понимании это угроза деткам о каких она там педагогах специалистах еще рассуждает надо давать детям полноценно общаться со сверстниками со взрослыми это первоочередное для правильного развития детей ирина лагунова больно страшно и беспокойно правда за девочек пока они в лапах этой недобабушки насчет общения со сверстниками но это вот опять как иначе пальцем в небо вот забегая опять таки вперед как раз то и получается ирина лагунова как и беспокоиться о том вот этот порядок который установила неожиданно на новый год наталья кошева решает общение вот этих девочек со сверстниками об этом позже и пиво с девочек намертво даже жутковато что там в ее голове происходит адвокат составляет кляузы команда дает конечно ирина лагунова то платит вот девочку и танцует вообще-то адвокат если вы имеете ввиду ивана беззубцева он адвокат александра лагунова причем тут ирина лагунова это уже маразм какой-то у меня цензурных слов не хватает приехала крестная которая столько времени не видела девочек и хочет провести с ними время и кто тут такого противозаконного аморального криминального тем бессовестны чтобы это не писал это однозначно неадекватный человек а как на новый год семейный праздник этим хорошо с крестной значит надо пожаловаться что с ней плохо боже мой нужна психологическая психиатрическая экспертиза в интересах детей а то может им с ириной лагуновой общаться противопоказано пишет некоторая некая розали внучки это не ее собственность после того как они сотворили вместе с сыном они не имеют права даже за руку их держать жалобы все смеют писать позорище вырастили извращенца еще пытается указывать как воспитывать девочек нужно насчет извращенцы я даже как бы даже комментировать не буду странное опять таки заявление откуда такая информация ирина лагунова всячески перетянет любовь девочек баловством и заманухами психопатичные личности это делать умеют то есть если вы любите и балуете внучек вы психопатическая личность блин это я значит психопатическая личность да ладно то собственно и делал александр лагунов по отношению к елене лагуновой ага значит если он ее баловал он психопатическая личность это не просто нездоровое отношение это как мы видим доводит до убийств куда еще трагичнее и опаснее как органы опеки вообще отпускают девочек ирине лагуновой знаю что эти люди способны а что знают органы опеки на что эти люди способны по поводу написания жалоб это сутяжничество разновидность шизофрении можете ознакомиться в интернете нужна психиатрическая экспертиза и ирине лагуновой и александру лагунову передается по нас детству видимо и бабушку купляшова тоже не в себе ну да кучи решили бабушку даже ирюлянтство характерно для психопатических личностей приводится уже цитата параноидического склада параноидное расстройство личности соблюдается при параноидских развитиях параноиальном варианте у параноидной шизофрении ирюлянтная форма паранои включает категорию и там параноидной шизофрении также может быть свеорулятным бредом я не очень понял вот это вот вот эту цитату но она очень хорошо подходит кстати комментаторам если уж на то пошло интересно то что родители александра лагунова прежде всего и мать ирина лагунова не захотели социализировать сына оградив его от таких важных социальных институтов как детсад школа институт и армия он и в детсадок не ходил что ли в школу он ходил между прочим как бы и в институте тоже был ну да ладно тем самым вырастили социопата а теперь ему придется социализироваться в тюрьме и колонии ну или в тюрьме или колонии давайте так правильно написать очень надеюсь что все таки борьба за внучек ими будет проиграна кто-то хотел об этом написать явно если копнуть поглубже там диагнозы у нас в рб опять повторюсь конечно же изъяли бы детей у лагуновых видимо республика беларусь я так понимаю и конечно же судили бы и мать александра лагунова она пособник преступления все знала помогала скрыть еще и письма писала врала и тому подобное был случай когда мать помогала сыну замести следы страшный случай в минске судили обоих ну я насколько помню там как бы подтвердилось участие матери а здесь то у нас как бы никаких фактов нет но уже обвинили я не знаю как там в республике беларусь но у нас вот за такой комментарий можно сесть на два года у вас в республике беларусь и смертная казнь есть у нас к сожалению нету но там есть и характеристики не только ирины лагунова продолжает вьетнамка это не люди им не простительно они же еще и живут среди нас и не люди но защищает убийцу и поливает грязью жертву ее семью это попросту выродки и такие же потенциальные убийцы ну то есть те кто сомневается в том что александр лагунов совершил преступление это выродки и такие же потенциальные убийцы ну вот еще попутно да на соседнем форуме это называется структурированный анализ дамы из вьетнама но это уже по вьетнамке прошлись а тем кто сочувствует кошелевым модераторы указывают на дверь так что у всех разные понятия добре и зле но это откровенное вранье как раз модераторы на криминалисте наоборот работают именно в сторону кошелевых я тут немножечко иногда пытаясь писать комментарии меня затирают просто синдром вахтера в полном смысле работает поэтому я хочу сказать я не сейчас не рекламирую вот этот форум криминалист как раз ко мне здесь отношения ну такое же как и на форуме тайной ли ну вот как это неудивительно и здесь еще раз повторяю я больше вижу со стороны модераторов именно почувствие кошелевым врать то не надо а вот вокруг меня тут вообще в некий вакуум большая часть моих комментариев стирается даже без всякого предупреждения а как раз я эти комментарии давайте я закончу эту тему даю неким высказыванием там некого жени который уже утверждает вот прям безапелляционно александр лагунов на плече выносил тело елена лагунова я говорю откуда известно есть вот показания я вернул можно из этих показаний screen screen вот так вырезку не все просто выносил на плече коротенько покажите ага я вам покажу вы будете ролики пилить сразу знаете вот вот такая истеричность она выдает во первых балабола во вторых человека который уже вот когда человек не может ответить мне как-то да вот на этих форумах у них сразу тема пилит ролики и донаты я не знаю ну во первых не пилит а монтирует но если вы так считаете что это легко и просто пилите сами чего не пилите женя пилите они золотые ну и все и в дальнейшем когда я стал говорить что это балабольство если ты не предъявляешь профу и ну мои комментарии модераторы сразу начали удалять оскорбление со стороны жены там радостно так сказать лайкаются вот этими сторонниками кошелёв в мой адрес а мои ответы моментально счищаются и удаляются даже ответить невозможно и получается что я как бы принял это все и молчу в тряпочку нет не принял модераторы вахтёры ну девочки вахтёрши что с ними поделаешь так что вот это враньё там как раз на форуме криминалист очень много сторонников кошелевых и модераторы полностью этих сторонников поддерживают да я тоже читала то что там пишется и большой вопрос к модераторам этого сайта что поощряют такое глумление пренебрежение пренебрежение к самому святому и дорогому в нашей жизни и ни одного предупреждения типа давайте нередью еще больше разносите кошелевых и хайте их эх очень мерзко ну я уже это прокомментировал враньё это все откровенное согласна тогда как их привлечь нужно что-то делать иначе это вот простите мерзко где эффект вьетнамки еще забыл гриб фрук который был участником поисков не понял эффект вьетнамки это один из участников видимо тоже форума меня поразило количество форумчан с обоих форумов здесь их теперь меньше их вообще на тайну или нет так и скажите которые занимаются неприкрытым вик им блеймингом без всяких оснований и по придуманным поводам но никак не верящим вину главного подозреваемого ищущих любые даже самые абсурдные зацепки криминала в словах поведение внешнем виде пострадавшей стороны наталкивает на мысль о заказухе иначе невозможно объяснить игнорирование элементарного рационального мышления и это только за пару дней продолжает вьетнамка там даже тема похорон как-то не так активно обсуждалась ну потому что она невыгодна понятно что тема похорон она уже сказал похороны прошли крайне грустно и очень мало заметно дальше цитата шумякина рязанская опека просто испугалась вынести нормальное постановление по опеке над девочками они видимо забыли что в данном случае ядро регулирования интереса детей вот цитата орионы вот цитата из одной из жалоб ирина лагуновой в органы опеки так любимый обожаемый лагуновый орган опеки и попечительства как жаловались до ленина исчезновения так и продолжают в интересах детей полностью текст и скрин проводить не буду ну и там один из скринов который я уже показывал появляется я так понимаю что сомнения в моей персоне нет ни у кого пишет уже вьетнамка мне уже терять в глазах некоторых нечего тогда повторю свои вопросы ну чтоб понять что за действительно было в интересах детей тем более что там никто и не задавался этим вопросом где были девочки на новый год с кем они должны были быть по графику и еще одна цитата если человек чувствует свою безнаказанность к тому же прикрываясь другими людьми подставляя их беспредел будет только набирать обороты людей и вот с этим я полностью согласна господа именно надеясь на свою безнаказанность вы открыли ящик пандоры если вас не остановить видимо беспредел будет набирать обороты там конечно вакханалия это продолжалось достаточно долго как говорится дали возможность поизгаляться и поизгалялись от души это смею признать конечно да и потому что я прям слезу за форумом тайной ли а потому что об этом и дальше все писали 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 обсуждение все слово я не буду эти обсуждения естественно зачитывать он специально зачитал вот это длинное сообщение вьетнамки который полностью отражают всю ситуацию которая создалась вокруг вот этих вот заявлений и как-то так ну там еще стыдливо умовчивают но вообще это была реакция на жалобы натальи кошелевой как бы наталья кошелева пожаловалась ну это святое ей можно я понимаю а на это уже среагировали ирина лагунова ну да ладно тут даже дело не в этом был задан вопрос так все-таки с кем провели новый год эти елена и александра с кем кем они были на новый год ответьте никто отвечать не стал ну и наконец появилось еще одно сообщение от вьетнамки которая ну так скажем расставила можно сказать все точки над и и немного прояснила о чем же вообще была речь там от 28 числа вообще не жалоба самое смешное там первая часть отчета состояние детей на основании которого не считают целесообразным поездку в Белоумут и потом предложение учитывающие интересы обеих сторон по времяпровождению новогодних каникул предлагаемым пресловутым графиком я хочу заметить там да действительно девочки были больные болели на тот момент и как раз об этом и переживала Ирина Лугунова что зачем в таком больном состоянии вести куда-то белоумов давайте сделаем по-другому 31 по 1 января находится в городе Рязани у Кошелевой Наталья Юрьевна в соответствии с графиком график волшебное слово первого девочки принимают поздравления от родных и близких далее на выбор ну чтобы все-таки новый год прошел в равной доле каждыми из бабушек по три дня со 2 по 4 января девочки либо у Кошелевой либо у Лугуновой пятого день передачи шестого по восьмого девочки у Лугунова или у Кошелевой далее с девятого девочки находятся у Кошелевой согласно графику ну то есть вы поняли что Лугунова свою неделю вообще предлагает разделить с Кошелевой да вот то время когда она должна была с ними проводить полностью время Ирина Лугунова она предложила разделить ее пополам и это должно было быть одобрено согласовано с опекой и с Натальей Кошелевой вот это прозвучало в этих как вы говорите кляузах жалобах и так далее и тому подобное и вот это вызвало вот этот крик ненависти удивительные люди забыла почему отчета состояние детей да потому что вот перед этим была как раз жалоба Кошелевой понимаете говорю это ответ на жалобу Кошелевой если бы вы видели это заявление то у вас возник бы ровно такой же вопрос как вообще можно было умудриться что-то такое выдернуть из текста зная при этом общий смысл документа чтобы начать травлю то есть поясню не были против Ирина Лугунова не была против того чтобы дети на новый год были у Кошелевой вот она это предлагала я подтверждаю да я могу это подтвердить однозначно не могла она это утверждение основанное на документах в отличие от некоторых там на форумах я если что-то утверждаю то я это основываю на определенных документах показывать которые я не буду так вот на новый год наоборот предлагалось пускай будет пускай пускай но новый год девочки будут Натальи Кошелевой а это почему скрыли получается возмущение то на пустом месте но самое интересное так с кем провели девочки то новый год и вот здесь мы переходим к еще одному сообщению от той же Вьетнам которое было 27 января это и 23 года ну раз уж посчитали нужным и возможным выложить фрагменты документов которые касались определенной ситуации то ничего не остается как все таки уточнить тоже там произошло ну да появится вторая сторона медали довожу до вашего сведения это уже начинается из документа цитата то по состоянию на вечер 19.00 28 декабря 2022 года внучки Ани и Настя продолжают болеть у Насти проявляется определенные симптомы у Ани тоже определенные симптомы не будем естественно это говорить какие у обоих слабый аппетит усталый вид дети неактивные болеют они понимаете 28 декабря опубликованный фрагмент который я уже вам показывал мне от кошелевой Н.Ю. поступила информация о ее желании провести новогодние каникулы в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года совместно с внучками в ПГТ Белоумат Московской области никто не удостоверился посмотреть приложенный ей же скан чтобы увидеть манипуляцию в начале данной фразы Арюна сознательно пропускает начало предложения несмотря на эти обстоятельства мне поступила информация о ее желании и так далее и вот здесь у нас как раз еще раз повторяется вот этот скан который я уже вам показывал то есть объясняю для тех кто не понял сначала пишется что Аня и Настя болеют ну достаточно сильно болеют и болеет уже на по состоянию на 28 декабря это три дня до нового года они больные Ирина Лугунова говорит несмотря на это на то что они болеют просят разрешить увести их поселок вот так надо продолжать это не потому что вот просто захотелось Ирине Лугуновой чтобы никуда девочек не увозили они болеют говорят ну зачем вы их поселок везете ну давайте не надо вот этим заниматься я против вот о чем идет речь она беспокоится о состоянии здоровья которое подтверждено диагнозом врачами подтверждено там врачей вызывали это не выдумка и дальше вот после этого скрина есть пропущенная часть считаю руководствуясь пунктом вторым точка два соглашение об исполнении обязанности опекунов и учитывая состояние детей что в данный момент в данный момент переезд и смена на длительный срок домашней обстановки могут ухудшить самочувствие а также физическое психологическое состояние детей а также могут привести к осложнениям напомню у нас еще как бы коронавирус до сих пор как бы не отменен и опасения вполне обоснованы потом была еще одна цитата которую я уже говорил на том форуме также считаю что новый год это семейный праздник дети в этот день ждут поздравления и подарки от родных и близких лишение внучек этого является нарушением их прав и интересов а дальше есть такое мое предложение по учитывающий интерес обеих сторон времяпровождения новогодних каникул выглядит следующим образом как я уже повторял вот так вот разделить времяпровождения и поставлена подпись все казалось бы ну вопрос закрыт но что происходит дальше это уже из следующего заявления довожу до вашего сведения что предложенный мной график времяпровождения новогодних каникул с детьми кошелево наталью юрьевну не устроил не устроила ее что ей разрешают вот давайте вы на новый год общайтесь пожалуйста а там как-нибудь давайте порешаем и она сообщила мне что ничего менять не будет и со 2 января дети будут со мной по графику то есть 2 января по графику дети должны быть у ирины лугуновой 2 не 8 2 то есть получается что после его хотела в нарушении графика до 8 числа держать девочек пила омут зачем то и потом самое интересное вот самое такое знаете удивительное в этой истории 30 декабря 2021 года ну тут ошибка 22 года конечно кошелевой наталья юрьевна был вызван врач для осмотра детей сама она вызвала кошелева вызвала болели девочки после осмотра врач рекомендовал вызвать на 2 января дежурного врача для осмотра они однако 30 декабря 18.30 по непонятным причинам кошелева энью изъявил желание передать мне детей до 4 января пойдя навстречу кошелевой я согласилась с ее предложениями на момент передачи детей у насти были там определенные симптомы а у Ани была температура 30 декабря 2022 года Кошелева сама передала детей Ирине Лагуновой без всякого давления и они провели новый год с Ириной Лагуновой до 4 января а Наталья Юрьевна Кошелева уехала в Белоомут встречать новый год с гостями график был нарушен интересы девочек конечно же тоже были нарушены получается но самое-то удивительное что потом забрав девочек опять-таки после вот этого 4 января и увезя их в Белоомут ну как раз своими действиями Наталья Кошелева не дала возможность Насте выступить на утреннике она к нему готовилась она очень хотела выступить на утреннике и посещать кружки которые они посещали Ириной Логуновой в Рязани это к вопросу о том кто изолирует детей от общения со своими сверстниками вот такая история это еще не все подробности это так это знаете по поверхности можно сказать нифига себе так долго по поверхности иногда знаете надо очень много усиленно все разновывать чтобы это стало понятно на мой взгляд вот здесь из ничего вот просто вот просто на эти выдуманная высосанная из пальца история на основании которой организовалась просто кошмарная травля с оскорблениями обвинениями в Рязани которое получилось что все кто кредался какашками в Ирину Логунову оказались сами в этой субстанции потому что их вот праведный гнев он не был ни на чем основан новый год от Аталия Кошлева повторяю сама отправила девочек к Ирине Логунову по собственному желанию делайте выводы сами и еще раз повторяю я категорически против оскорблений заочных обвинений и так далее и тому подобное и вот в этой вот ситуации я не смог остаться в стороне потому что на мой взгляд вот конкретно в адрес Ирины Логуновой вот это вот это вакханалия какая-то это просто ужасно и мне бы очень хотелось бы знаете наоборот усомниться в психическом состоянии людей которые вот эту вот ханалию одобрили и раздули ну на этом давайте заканчивать до новых встреч друзья